Женщина за рулем, сногсшибательная женщина. Этот стереотип оповергли автомобилистки из Ненецкого округа. Впервые в Заполярной столице прошел конкурс «Автоледи Наринмара-2015». Автошоу преврочили сразу к двум праздникам, юбилею Наринмара и Международному женскому дню. 8 железных коней, 8 красавиц, десятки болельщиков и всего один титул. Титул «Автоледи Наринмара». Претендентки на это звание абсолютно разные – блондинки, брюнетки, полицейские и финансисты. Впрочем, есть одна общая черта – любовь к своей ласточке. Так трепетно об автомобилях отзываются девушки на этапе «Визитная карточка». Это, кстати, первая станция на нелегком пути к победе. Конкурсантки рассказывают о себе и презентуют свою машину, вернее, ее дизайн. Автомобили предстали в образах бабы-яги, принцесс и даже снегурочки. Елена Канева – конкурсантка под номером 6, водительский стаж – 8 лет. На дизайн автомобиля девушка потратила ни много ни мало неделю. Украшали машину всей семьей. У меня было в голове очень много вариантов, какой образ придумать для своей машины. Первый, конечно, у меня был ласточка. Но моя мама попросила меня и посоветовала, говорит, что самый выигрышный вариант, так как сейчас, пока у нас все зима, будет снегурочка. Поэтому мы решили украсить снегурочкой. Конечно, готовились к этому очень тщательно, очень долго. Мне помогали в этом мои дети, у меня их трое. Супруг расклеивал все вот эти блестяшки. Вторая станция – фигурное вождение. Змейка передним и задним ходом, параллельная парковка, разворот. Все? Поехали. Конкурсантка под номером 4, водительский стаж – 5 лет. Анастасия Зубеня стала одной из немногих, кому удалось без ошибок пройти все этапы фигурного вождения за минимальное количество времени. Впрочем, цель у Анастасии вовсе не победить. Я вообще очень рада, что в нашем округе проведен такой конкурс «Автоледи». Мне кажется, это будет уже ежегодный конкурс. Надо его будет проводить. Это очень интересно, это очень забавно. И я приглашаю всех девушек, автомобилисток, участвовать в этом конкурсе. Это же круто. Мы должны доказать мужчинам, что мы не лучше, не хуже их ни в чем. И то, что среди женщин, которые управляют транспортным средством, есть тоже достойные. В окружной столице конкурс такого формата в новинку. Для проведения на территории Ниньского автономного округа возникла идея у отдела ГИБДД впервые. И сегодня впервые был проведен данный конкурс в городе Наринмаре. Результаты очень хорошие. Сейчас судейская коллегия подведет итоги. Все участницы были удостоены номинации и наград. Звание вице-автоледи завоевала Нина Турцевич, а главной автоледи Наринмара стала Елена Канева.